И всем привет ребят, с вами мистер Ваненька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас внезапный очередной видос, я сегодня открыл контейнер, а сейчас ближе к вечеру Мне скинули тут уже сообщение о том, что стартует новый замечательный интересный челлендж, как вы знаете у нас как бы сегодня уже 30 сентября, завтра старт нового челленджа И сегодня у нас появляются очень интересные дополнительные новости по поводу завтрашнего челленджа, о которых я не могу просто-напросто не высказаться В общем и целом, что мы имеем, начало челленджа как всегда 1 октября, конец 16 октября, продолжительность 15 дней, главные призы все те же самые, 100 танкоинов, скин контейнер Ничего нового, за исключением одной интересной вещи, о которой нам вещают дальше Мы внесли некоторые изменения в этот и последующие челленджи, поэтому советуем прочитать новость до конца, я бы вам не советовал конечно ее читать, но сегодня в видосе я ее конечно же прочитаю Здесь написано о том, что вы часто сообщали нам, что челлендж больше не вызывает такого интереса, как раньше, а звезды копятся долго и тяжело Но это понятное дело, что когда ты выпускаешь одно и то же на протяжении долгого времени, это надоедает и перестает быть интересным и тем, за что хочется бороться и что хочется выполнять как можно быстрее и получать эти самые призы Соответственно, чтобы облегчить прохождение челленджей, мы добавили звезды в призы за выполнение ежедневных, еженедельных и особых заданий То есть теперь с завтрашнего дня во всех ежедневных, еженедельных и особых всяких миссиях будут дополнительно начислять звезды Но, 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 ладно, давайте прочитаю дальше, а потом перейду к самому интересному Если вы будете регулярно выполнять ежедневные и ежедневные миссии Короче, понятное дело, что типа якобы написано о том, что челлендж вы пройдете, если даже просто будете выполнять задание и все у вас будет изи-каточный И даже там, если там вы не выполните задание, а просто будете там набирать челлендж или наоборот, вы все равно там сможете все это изи-каточный выполнить Если даже там чуть-чуть пропустите или еще И ко всему прочему написано о том, что выполнение особых миссий принесет намного большее количество звезд и они смогут покрыть 3-4 шага каждого челленджа. Сразу, короче, предугадывают там вопрос, будут ли давать столько звезды, нет, там призы будут все такие же самые, но не в этом суть. Суть в том, что теперь у нас за 15 дней надо набить не 1000 звезд, а 3000 звезд. И вот здесь я немножечко приофигел при том раскладе, то что у нас нету абсолютно никакого дополнительного плюса. Бомба, бинго. Просто я, ну, я, я немного в шоке. Я немного в шоке от такого дебилизма. Ну, 3000 звезд, окей, написано о том, что теперь с ежедневных заданий будут звезды с еженедельных и особых заданий. Особые задания это супер миссии, которые половина вообще не выполняла раньше. То есть, там есть сложные миссии, которые ты не хочешь выполнять, потому что ты получишь какие-то ультра-два контейнера, с которых тебе ничего не упадет. Соответственно, есть большое количество игроков, которые их не выполняют. Соответственно, теперь они будут их обязаны выполнять, дабы получать звезды. Ну, либо не выполнять, тогда, соответственно, забивать вообще на все происходящее. Сколько будет давать с ежедневных, еженедельных заданий звезд? Завтра узнаем. Я не думаю, что это будет большое количество. И, в общем и целом, 3000 не кажется какой-то маленькой единицей. Ну, если уж так чуть-чуть предугадать, возможно, с особых заданий, с особых эмиссий. Ну, хорошо, если там с одной заданки будет 100 звезд давать, да. Но, в общем и целом, ежедневные, там, еженедельные, ну, хорошо, там, наверное, с какой-нибудь еженедельной одной будет давать 50, может быть, с ежедневной 10. Но, если все это все равно суммировать, то... Все равно это много. Все равно это много, то есть, ты как бы увеличиваешь в три раза челлендж. Говоришь о том, что, якобы, это будет лизи вкаточно выполнить, но мне это так не кажется. Короче, что я могу сказать, друзья? Это очередная дичь, очередной провал. И надо было просто уже заканчивать с этими челленджами. Я не понимаю, для чего вы их топите, для чего вы хотите выжить из них максимум. Но, чем дальше вы идете, тем хуже только становится, как по мне. Онлайн падает, однообразие игры зашкаливает. Я в ближайшее время запишу еще один видеоролик, что я думаю по этому всему поводу, не связанных с челленджем. А с тем, что вообще в игре происходит и что я вообще думаю по этому поводу. Когда вообще произойдет тот самый момент, когда меня разорвет по полной программе, я скажу, что все, хватит. Я об этом всем расскажу в ближайшем видосе. Это, как может быть, небольшой спойлер. Поэтому, друзья, я очень сильно хочу увидеть, что будет завтра. Если завтра я зайду и увижу, что там будет давать еще и довольно маленькое количество ежедневных и еженедельных заданий. Будет маленькое количество даваться звезд. То у меня вообще окончательно сгорит. И я, может быть, вообще полностью все буду этой хейтить. Но сегодня, пока у меня как бы есть несогласие, есть какие-то моменты, которые мне определенно жестко не нравятся. И здесь сразу внизу еще и байт на донат, как всегда. Но это такая низкая, короче, тема. Но я уже не могу на это все дело смотреть. Это просто печаль. И все меньше и меньше желания у меня даже заходить в эти матчмейкинги и смотреть на эти челленджи. В общем и целом ждем завтрашнего дня. Надеюсь на то, что данная информация была для вас полезна. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы со мной или не согласны. Напишите это мнение свое, конечно же, в комментариях под данный видеоролик. Ну и если согласны, поддержите видос лайк. Мне будет очень приятно. Не подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, следите за новыми новостями. Приходите на стримы. Вечером встречаемся. Будем обсуждать это все дело. Я очень сильно разочарован в очередной раз с этих всех моментов. Поэтому ждем завтра. И возможно это будет просто разрыв. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.